Началась весна, а это значит в самом разгаре сезон сбора черемши. Дикий чеснок или медвежий лук называют растения по-разному. Собирают черемшу в горных и предгорных лесах. Елена Малекиева каждый сезон отправляется на сбор редкого растения, и холод не помеха. Черемшу по внешнему виду можно перепутать с ландышем. У растений похожие листья, но специфический запах черемши не даст ошибиться. Сбор дикого чеснока – дело тонкое, говорит девушка. Растение в ряде регионов занесено в Красную книгу. Собирать ее тоже нужно правильно, чтобы не повредить корни растения, потому что в следующем году она тогда уже не вырастет, если повредить корни. Поэтому аккуратно берем нож, держим за хвостик, и вот так вот нож опускаем в землю. Раз, и все. Мы не повредили корни черемши, а отрезали только росточки, которые будем кушать. Первые ростки, говорят специалисты, самые полезные. Черемша – кладезь витаминов, помогает гипертоникам привести в норму давление, содержит витамины К и А, снижает риск возникновения рака желудка. Несмотря на то, что это сезонный продукт, приготовить из черемши можно много блюд. Чаще ее варят и маринуют, хозяйки готовят из нее салаты. У Елены есть свой рецепт блюда, который достался от бабушки – омлет с черемшой. Омлет с черемшой – это очень полезное блюдо, потому что здесь минимальная термическая обработка черемши в кратчайшие сроки, и поэтому она сохраняет все свои полезные свойства. Поэтому я выбрала это блюдо, потому что оно не только сытное, вкусное, но еще и очень полезное. Из ингредиентов нам понадобится 2 яйца, немного черемши и столовая ложка молока. Собирают черемшу вплоть до апреля. Чем ближе к концу сезона, тем больше листья растения. И тогда из него готовят давонжан – пирог с черемшой. Излюбленное блюдо жителей Осетии. На данный момент он у нас считается сезонным пирогом. Во-первых, очень много туристов спрашивают, интересуются, что это такое. Мы очень часто встречаем пирог давонженный, что это означает. Полезная, витаминов очень много. Для пирога используются листики черемши. Вначале ее используют для консервированной, а вот на данный момент, сейчас сезон, мы делаем пироги. Делаются черемши и сыр, осетинский сыр. Черемшу мы моем, просушиваем чуть-чуть листики, чтобы они не сочные были. Режем мелко, как шинкуем. Потом перемешиваем и смешиваем с сыром. Стоимость черемши за килограмм в сезон в Осетии варьируется от 300 до 500 рублей. Собирают растения вручную, этим и объясняют достаточно высокую цену. Алина Хасаева, Вадим Панченко, 15 регион.